Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! По истину воскрес! Он во истину воскрес! Он во истину воскрес! Он воскрес наш Господь! Я подумал, как хорошо, что в воскресенье у нас два служения, да? И утреннее и вечернее. Поэтому сегодня прославим Бога за то, что есть у нас вечернее служение, что мы можем вместе радоваться и иметь общение духовное с нашим Небесным Отцом друг с другом. Поэтому мы нуждаемся в Божьем присутствии. Помолимся! Господь, мы Тебя прославляем, нашего Творца неба и земли, что Ты так устроил жизнь нашей поместной Церкви, что есть воскресное служение, и мы можем вместе прийти, чтобы здесь служить Тебе и друг другу. Просим Тебя, чтобы Ты благословил нас своим присутствием, чтобы наши души радовались, что мы с Тобой в общении, и желаем, чтобы это общение, оно для нас было сладостное, чтобы Дух Святой сегодня и ободрял, и обличал, и поддерживал каждого из нас, давал покаяние тем, которые нуждаются в этом, давал утешение и радость тем, которые сегодня унывают, кто в больших переживаниях и скорбях, чтобы Ты утешал. Благослови сегодня слово проповеди, песнопения, молитвы наши благослови, детей и взрослых благослови, и старец, и старцев. Пошли Твою Божью благодать, чтобы мы Тебя могли славить и здесь, в собрании святых, и дома, и на работе, где мы живем и трудимся. Тебе единому да будет слава. Аминь. Мы поем общим пением песнь «Как тропинкою лесною к ручейку спешит олень». «Как тропинкою лесною к ручейку спешит олень, так и я стремлюсь душою славу жизни каждый день. В день печальный утешенье Нахожу я в небе в небе, В день огромных обученье Не дает любимости. Слово Бога побеждаю Всякий грех души не дует, Им я сердце услождаю, Веселю стал и дует. Им я смело отражаю Искушенье врага И прислала я воскрещаю Танц спасенным слухам. Слово путь я освещаю, Если он возьмет ее, Им я сердце обречаю, Нашим здоровьем и здоровьем. Для меня Господь не сломал, Весник вечного доброго, Лучше свитка золотого, Лучше хворо серебра. О, ты, о, ты, Просрадства бездонежны. Живой движенье вещества, С теченьем времени предвещий, Без лиц, трех лиц от божества, Довсюду сущие едины, Кому нет места, нет причины, Кому никто пастичь не мог. Кто все собою наполняет, Объявляет и сокраяет, Кому мы называем, Бог измерить океан глубокий, За честь пески лучи планет, Ходя и мог бы ум высокий, Тебе числа и веры нет, Числа и веры нет, Тебе числа и веры нет. Лишь мысль к Тебе Снести с дерзает, В Твоем величии исчезает, Как вечности прошедший мир, О чудо тайны сокровенной, Из ничего ты мир создал. О вечной свежей песни Себе словом ты основал, Себя собою составлял, Собою из себя сияя, И свет откуда свет и строг. Создавши все единым словом, Творы не простирая словом, Ты был, ты есть, Ты будешь век, будешь век. Будешь век, будешь век. Будешь век. Дорогие братья и сестры, Что Он позволил мне сегодня, Если я не был на утрешнем служении, Не смог. А Он дал силы прийти на вечернее, И я из-за этого благодарю. Поэтому, дорогие друзья, Я хочу сказать, что Вы, наверное, знаете, Сидящие здесь в этом зале, Что когда Христос воскрес из мертвых, То Он ходил сколько? Сорок дней по земле, Еще уча и наставляя людей, А также своих учеников. И на сороковый день Он воскрес. И я тоже Поздравляю с этим великим, знаменательным днем. Христос воскрес! По истину 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 воскрес! Псалом, 7, 8 и 9 стихи. Три стишка. 95 Псалом, 7, 8 и 9 стих. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славе имени Его, внесите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу во благовлепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Какие замечательные слова написаны в этом 95 Псалме. Он говорит, чтобы вся Вселенная прославила Господа, чтобы вся Вселенная служила Ему, чтобы она ходила во дворы Господни, преклонилась перед Его Величеством, ибо Он есть Господь, Богство творящий небо и землю и нас с вами. Господь, что мы и сейчас и сделаем? Я думаю, друзья, что у нас у каждого есть за что прославить нашего Господа, не так ли? Давайте поклонимся, помолимся. Аминь. Зову тебя, не верю, ты придешь, душа просеклась перед солнцем твоим, Давно не падал на колотья дождь, От сердца и благословений помни, Иду к тебе, источнику добра. О, слой разгрид и у славе без головы, Ты без неба отрывал вчера, Потом ты могли, Зрый Господь сегодня, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Братья и сестры, для общего назидания и ободрениям у нас есть желание спеть один очень простой, всем известный псалом. Вы знаете, какие бы ни были грозы, тучи или бури, но всякий раз Господь посылал после этого солнышко, ветер и прекрасную погоду. Какая бы ни была темная ночь, неприглядная, но она никогда не длится больше 6-7 часов. Господь всегда посылает, потом день. Вы знаете, у нас достаточно не мне вам рассказывать сложные обстоятельства жизни сегодня, да? Но я думаю, все мы помним и знаем из истории, что земля переживала гораздо больше еще скорби, войны. И Бог всякий раз сложил конец им. Люди думали, что кто-то победил, кто-то выиграл, то ли та сила, то ли та сила. Все не ошибались. Всякий раз Господь эти войны останавливали. И вот в это наше сложное время мы хотим спеть этот псалом. Он вам известен для нашего ободрения, который говорит об этом. Мы многие годы в дороге далекой, порою она нелегка. Мы знаем над нами Господь не око, и рядом не может так. Уяжется ветер, рассеем за тучи, вот солнце над миром встает. Спаситель чудесный, великий, могучий, да славится имя Твое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дети, дар Божий, святой и прекрасный. Взгляд детских глаз беззаботный и ясный. Первый младенческий лепит шаги. Сколько восторга приносят они. Детские шалости, детские слезы, детские радости, детские грезы. Сколько веселья, отваги в груди, сколько счастливых надежд впереди. Дети небесные, священный дар Божий, дети сокровищ несметных дороже. Нужно терпение и много любви, чтобы помочь им путь правды найти. Дети, дар Божий, он нам их доверил, нашей любви и заботам поверил. Как же мы приняли дар от Него? Как оправдали доверие Его? Где ваши дети? Вопрос раздается. Время придет и ответить придется. Дай Бог, чтоб каждый в день онный сказал. Вот я и дети, которых ты дал. Аминь. Дорогие братья и сестры, Следующий гимн, который мы хотели бы исполнить, Он о семье. Вы знаете, и мы все благодарны Богу за то, что Он поместил нас в нашу семью, к нашим родителям, которые все нужное вложили в нас. Что мы, в свою очередь, пришли и встретились с Господом, со Христом. Что, в свою очередь, мы можем воспитывать своих детей. Вы знаете, это прекрасно, это чудесно. Когда мы живем с вами, я живу, ездим на служение, смотришь другие семьи, и смотришь, сколько несчастных в мире семей, сколько несчастных в мире детей, потому что у них нет нормальных родителей. И тогда понимаешь, что насколько, знаете, мы мало ценим своих родителей. И зачастую, я так, знаете, думаю, иногда мы должны пересмотреть свои отношения к родителям. Дорогие мои, также я хотел бы, вы знаете, мы, песня это будет о семье, но мы с вами, как духовно, это тоже семья. И вы знаете, когда вспоминаешь Писание, приходит на ум, да, притча о блудном сыне. Скажите вы, куда вернулся этот блудный сын? В семью, он вернулся в семью, его там приняли. Я, знаете, наблюдаю за нашей церковью, иногда видишь, что кто-то отпал от церкви, но как чудесно видеть возвращение их. И как бы хотелось, чтобы мы являлись духовной семьей с вами и могли принять, обогреть и подставить, знаете, свои ладони таковым душам. Благостенен нас всех Господь, ценить своих земных родителей, а также ценить свою эту духовную прекрасную семью. По маленьким донушкам Маленькие ножки оставляют след. Солнце ярко светит им на всей планете, и печали нет. А годы за годами улетают, след от детства в сердце оставляют. Маленький наш дом и семеро нас в нем. Помнишь наши игры? Помнишь все обиды? Почему? Зачем? Все казалось важным, все казалось главным нам в пятнадцать лет. И что бы ни случилось впереди, навсегда ты в сердце сохрани. Маленький наш дом И мама с папой в нем. Все мы разойдемся, кто куда, Богом так устроена земля, Только навсегда останется семья. Если вдруг обрыв или подъем, Господу в мольме мы припадем, И утихнет буря и беда, Только навсегда останется семья. Только навсегда останется семья. Субтитры создавал DimaTorzok Время улетает, Сердце оставляет память навсегда. Свет любви и счастья, Материнской ласки, Добрый взгляд отца. Никогда ничем мы не оплатим За любовь родителей своих, Пусть вам Бог воздаст И сам благословит. Все мы разойдемся, кто куда, Богом так устроена земля, Только навсегда останется семья. Если вдруг обрыв или подъем, Господу в мольме мы припадем, И утихнет буря и беда, Только навсегда останется семья. Все мы разойдемся, кто куда, Богом так устроена земля, Только навсегда останется семья. Если вдруг обрыв или подъем, Господу в мольме мы припадем, И утихнет буря и беда, Только навсегда останется семья. Только навсегда останется семья. Семейная, она продолжится. Вы видели неполное семейство волшебников. Они сегодня принимали активное участие. Я думаю, что если ваше семейство не так уж большое, но это будет хорошо, если вы соберетесь вместе и прославите Господа. Пусть Бог благословит вас, все эти добрые начинания, чтобы они развивались И было все во славу Божию. Пожалуйста, мальчики. Жил на свете славный ежик, Тихий топ от шустрых ножек. Только как он не прирожь, На других он не похож. Все же сердиты, колки, На боках растут иголки, А у нашего бедняжки Только нежные кудряшки. Все ежи пыхтеть умеют, Пронуть их никто не смеет. Этот не умел пыхтеть, Только песенки мог петь, Потому по мхам и кочкам И березовым лесочкам Место вы б нашли едва ли, Где б его не обижали. От обиды и от грусти Ежик спрятался под кустик, Побледнел и похудел, Песен радостных не пел, Выглянуть боялся он, Тихо плакал под кустом. Среди тех густых лесов Тихо шел Иисус Христос. Рядом, проходя с кустом, Ежика увидел он. Что случилось, ежик бедный? Отчего такой ты бледный? Не играешь, не шумишь, Только плачешь и дрожишь. Потому что я не колки, Не растут мои иголки, За обиду никому Сдачи дать я не могу. Все меня лишь обижают, И никто не утешает. Ты стесняюсь, всех боюсь, Оттого я в тень и жмусь. Тут спаситель улыбнулся И рукою потянулся. Ежика за лапку взял, Очень ласково сказал. Я тебя люблю такого, Шелковистого, смешного, И вдвоем моим путем Мы теперь с тобой пойдем. Я своей святой любовью На кресте пролитой кровью Исцелю тебя от ран И свою защиту дам. Хорошо, что ты не колки, Не нужны тебе иголки. Ты учись любить, прощать И сердечко защищать Не иголками, не злобой, А любовью светлой Бог. Сочиним с тобой вместе Много мы чудесных песен. Будем детям возвещать Про Господню благодать. Путь открыт, пойдем со мною Светлой утренней зарею Будем славить мы Отца Всемогущего Творца. Ежик взял и отрыхнулся, Иисус улыбнулся, По Господним и пути Очень он хотел идти. Ледян пел дорогой Песни про святого Бога, Чтоб по всей земле плыла Богу дивная хвала. Аминь. Стоим общим пением. Что за друга мы имеем? Нас он к жизни пробудил. Мы вставших споем. Что за друга мы имеем? Нас он к жизни пробудил. Днем мы счастье владеем. Любый сточник вечных сил. А как часто мы страдали, Боль терпяна простота, Где просить мы забывали, Что поди помогал нам? И искушение нас тревожит, Жизнь не чашлял яковод. Каждый пусть из нас возложит Слов свою всю на него. Песня. 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 Разве это не подарок от Бога? Разве это не подарок от Бога поправить наши светильники сердечные? Наши фитильки сердечные, которые за период благоденствия закоптились? Вот знаете, сажей покрылись, и стеклышко на наших этих светильниках, на наших лампах сердечных, они закоптились. И Господь через эти события вытирает эти стекла, шлифует эти стекла на наших сердечках, эти фитильки поправляет, и мы становимся другие. Слава Господу! Это также подарок от Бога. Вот такие испытания, которые ведут нас и поправляют наш жизненный путь, дорогие братья и сестры. Мы не будем роптать, не будем сетовать на то, что у нас сейчас так плохо. Ничего подобного. У нас хорошо, мы научились ценить кусочек хлеба. Правда? Мы не выбрасываем сейчас хлеб, булочки под контейнеры, которые будут вывозить куда-то на свалку. Нельзя этого делать. Мы понимаем это. Мы сейчас благоговейно к крошкам относимся. Да? Правда? Мы не выбрасываем мусор на ведро их, мы синичек кормим, может быть, воробьев подкармливаем. Вот так вот Господь ведет нас, чтобы мы оценили то, что получили от Бога. Пословица говорит, что имей мне ценим, а потерявши плачем. Мы не будем плакать, потому что с нами Господь. Он дарит нам и дает благословенные дни. Я вот как-то проехал перед этим накануне, посетил Тернопольские церкви, Черновицкие церкви и в Кишиневе был, Молдавские церкви посетил. Да, все соболезнуют, да, все спрашивают. Спрашивают, ну что там война? Вы знаете, о войне говорить не хочу. Это зло, разрушительная сила зла. Я хочу говорить о том, что дала нам эта война. Эти нехорошие, недобрые условия, страшные условия, что мы получили. Мы многое получили. Мы ободрились. Надо признать, это за факт, дорогие друзья. Мы сейчас молимся о мире, мы молимся о благодействии. Мы хотим, чтобы прекратилось все это. Там немножечко не так молятся. Например, в Кишиневе, там, я смотрю, все в шике и блеске. Христианский мир сегодня находится под влиянием Запада. И они далеки от того, чтобы Господь поправлял светильники. Нужно больше знакомств со спонсорами. Это печально, дорогие друзья. Это мы стоим накануне какого-то бедствия в таком состоянии. Потому что мы отказываемся от Бога. Мы полагаем свое упование, свою надежду на человека у каких-то. Хорошо сказал Рапсак когда-то. Он говорит, на кого ты надеешься? На Египет? На эту трость надломленную? К сожалению, люди надеются на этот богатый Египет. На этот мир. Сохранит нас Господь, дорогие друзья. И мы будем радоваться. Сегодня служение так ведет нас в радостном русле. Мы не должны печалиться с вами. У нас есть спасение. Разве мы имеем право на печаль, дорогие друзья? Когда я смотрю, бывает так вот под стенкой там или под колонной там. Кто-то сидит печальный, унылый такой, знаете. Знаете, мне хочется задать вопрос, что у вас там случилось дома? Что вы такие печальные? Вы на рынок, наверное, сегодня не попали и вы горюете об этом? Или у мужчин, может быть, колеса в гараже спускают на машине, он думает, как бы починить их? Дорогие друзья, оставим эти заботы житейские и будем радоваться. Радоваться в Господе, в его спасении. Джордж Давидюк как-то в одном из спеев своих поет такие слова. Дружи, чому ты в путах ваганя? Чи ты не бачишь радость сердец? Чи ты не віришь в Божье спасение? Чи ты не цинишь кровь и вениць? Святный таранок, а у нас теперь вечер, день воскресения. Людям життя в нем, радость небес. Нам подарил Бог счастье, спасение. Смерть подолавший Христос наш воскрес. И тупо я вас святаю. Христос воскрес, дорогие братья и сестры. Христос воскрес! Христос воскрес! Будем радоваться, братья, прочим ныне и страх. Принял нас Христос в объятия и хранится в своих руках. Братья, радуйтесь о Боге, о Его святых делах. И с восторгом, без тревоги воспевайте вы Его в сердцах. И сестры тоже. Благословит вас Господь в этом. Если спросят у меня, что хотел бы я вернуть, Я отвечу, нет, а я. Возвратить бы все сначала, как хотел бы жизнь начать. Я отвечу вам, друзья, я хотел бы жизнь начать, Зная Господа Христа. Аллилуйя, аллилуйя, все во мне поет, ликуя. Аллилуйя, аллилуйя, все ликует и поет. Аллилуйя, аллилуйя, лишь тебе, Иисус, живуя. Лишь тебе нашел я радость, Лишь тебе нашел любовь. Лишь тебе нашел я радость, Лишь тебе нашел любовь. Кучи хмурые греха Ты развеял для меня, Сбоковарного врага Победить с тобой я смог. И теперь всего милей Делать добрые дела, Делать добрые дела, Славу Господа Христа. Делать добрые дела, Славу Господа Христа. Аллилуйя, аллилуйя, все во мне поет, ликуя. Аллилуйя, аллилуйя, все ликует и поет. Аллилуйя, лишь тебе, Иисус, живу я Лишь тебе нашел я радость, лишь тебе нашел любовь Лишь Тебе нашел я радость, лишь Тебе нашел любовь. Лишь в воскресшем Христе мы нашли, дорогие друзья, и радость, и любовь. Если спросят у меня, что хотел бы пожелать, я отвечу, нет, а я, дорогой, любимый друг, Я хочу, чтоб ты и я были братья на века, я хочу, чтоб ты познал веру в Господа Христа. Аллилуйя, Аллилуйя, все во мне поет, ликуй, Аллилуйя, все ликует и поет, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, лишь Тебе, Иисус, живу я, лишь Тебе нашел я радость, лишь Тебе нашел любовь. Поем, у нас в душе ликует, Аллилуйя, Аллилуйя, все у нас в душе ликует, Аллилуйя, Аллилуйя, все ликует и поет, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 во Христе мы все ликуя, во Христе нашли мы радость, во Христе нашли любовь. Скажем, Аллилуйя нашему Господу, дорогие братья и сестры, Аллилуйя, мы с вами не сироты, у нас есть Отец Небесный, Вечный Бог, есть Церковь, наша семья, где мы являемся ее членами, членами этой церкви поместной, дорогие друзья. Дорожите своим званием христианина и членством своей церкви. Страшно быть отлученным от церкви, страшно быть за стенами церкви, дорогие друзья. Эти люди переживают страшное состояние, но мы будем радоваться в Боге, потому что через пролитую на Голгофском хресте Господь сделал нас своими детьми. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя. Нас зовут теперь как? Христиане. Слава Господу, дорогие друзья. Слава Господу. Вы знаете, в нашей жизни бывает мы к чему-то стремимся, какие-то предприятия принимаем, чем-то хотим заняться, что-то свершить, и терпим поражение, не имеем успеха. И когда анализируем наш путь жизненный и подход к той или иной проблеме, к занятию, мы вдруг обнаруживаем, что мы с Богом не советовались, не подходили к Богу за советом и за просьбой, чтобы помог. А Господь говорит, что ничего без меня не можете сделать. Абсолютно. Только со мной, только я могу вам помочь и посоветовать, потому что я ваш советник, я ваш отец, а вы мои дети, и я вам всегда помогу, если эти предприятия будут вам на пользу. Об этом говорит Библия. И поэтому, когда мы терпим какие-то поражения в нашей жизни, мы должны проверить, а с Господом мы решали эти вопросы житейские. Мы оттого бессильны и ничтожны, что голосу Христа не доверяем, и план его считаем невозможным, и участь в своей жизни облегчаем. Как много мы терпели поражений, винили век и часто забывали, что без Христа вступали мы в сражение, что не к Нему, а помощи взывали. И потому мы ходим без улыбок, что очень много непрощенных носим, грехов больших и маленьких ошибок, и в суете лишь о прощении просим. Когда б Христу, доверившись, мы жили, и все вопросы в жизни с Ним решали, тогда б мы жизнь без ропота прожили, тогда б о небе мы не забывали. И еще одно стихотворение, тоже, на мой взгляд, так актуально оно на сегодняшний день, и так хочется, чтобы Господь нас окраждал от всего того, что гневит нашего Бога, чтобы Господь ставил препятствие на нашем пути, когда мы идем не той дорогой, или мы ступили не на ту тропинку. Суд Божий не такой, как человечий. Кто прав, кто виноват, судить не нам. Один, как волк под шкурой овечий, другой, как лев, пасущий из тавилам. Мы в теленности веков теряем время, жиреем, богатеем и умрем. Мы, собирая прах, теряем время. Мы пламя жизни безрассудно жжем. Экклезиас был прав. Все суета, томленье духа, листая годы, кубок жизни пьем, греха осознавать мы не хотим. Его не зная, думаем, что легче проживем. Но вот конец. И вспомним всех. Все вспомним, что было слово, и слово было Бог. Порадовать ответ. Что собирали мы, живя без веры в Бога? Бездарно верил в суету, сует. Сохраните нас, Господь. От того, чтобы мы в этой суете уходили от Бога. Знаете, можно и нужно строить, учиться, покупать хорошие вещи. Это нормально. Но не окунаться в эти вещи, не делать их идолами своими, но на Бога уповать, к Богу стремиться, Бога любить. Поможет нам в этом Господь. Как-то на суде Иисуса Христа Пилат задает вопрос Иисусу, что есть истина. И сам на него отвечает. Он говорит, что я в этом человеке не нахожу никакой вины и могу отпустить его. Знаете, дорогие друзья, истина, она абсолютно. Ее невозможно уничтожить. Ее невозможно продать. Ее невозможно убить. Как ни пытались о нашем Иисусе Христе, воскресшем истину воскресения, затереть, уничтожить его враги. Много денег было проплочено. Но Христос воскрес. И вот уже более двух тысяч лет христианство святит этот день Христового воскресения. Невозможно было уничтожить эту благую весть о воскресшем Христе. Итак, любая истина, если вы в жизни своей терпите поражение, если вас кто-то в жизни обидел, несправедливо, ложь какую-то вы на себе почувствовали со стороны своих недругов, предайте Господу. И истина благословит вас, истина восторжествует. Если познаете истину, то истина подлинно свободными вас сделает, говорит Священное Писание. Предоставьте все Господу. Будет и в вашей жизни свет, и посрамится эта тьма. О чем я хотел бы попробовать спеть эту песню. Земля от света повернет во тьму, и ветер северный изменится на южный. Я ничего с собою не возьму и потому мне ничего не нужно. Я ничего с собою не возьму и потому мне ничего не нужно. Восходит солнце и взойдет опять, Чтоб посиять по-новому на тьмою. Мне ничего не страшно потерять. Будь только ты, царю, царей со мною. Мне ничего не страшно потерять. Будь только ты, царю, царей со мною. Людская память, вишняя вода Она умрет, как город осажденный Блажен, кто никого не осуждал Но преблажен за правду оскорбленный Блажен, кто никого не осуждал Но преблажен за правду оскорбленный Но верю я, что истина сама Вовек восстар жестует над землею И будет свет, и посрамится тьма И сокрушится вся творящей злое И будет свет, и посрамится тьма И сокрушится вся творящей злое Слава Господу! ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 И вот это легло тяжелым грузом, вот это отречение Петра на его сердце. И он потерял мир с Христом. Он после оплакивал свое отречение. Он после раскаивался в своем поступке таком вот негативном. И он как-то отдалился от Иисуса Христа. И уже Иисус Христос воскресший приветствуется с учениками, со своими друзьями. А Петр как-то в стороне. Какое-то расстояние ненужное между Петром и Иисусом Христом. Иисус Христос видит, что Петр никак не подходит на диалог. Какое-то расстояние. Дорогие братья и сестры, Христос не хочет, чтобы между Богом, между Иисусом Христом и его детьми было какое-то расстояние. Если дети его согрешают где-то, то это не значит, что надо прятаться, как это сделал наш праотец Адам. Когда согрешил, он спрятался, он ушел от Бога. И Бог обращается к ним и говорит, Адам, где ты? Почему ты прячешься? Каин, почему ты прячешь свое лицо? Когда доброе что-то делаешь, не поднимаешь ли ты своего лица? А когда ты не делаешь доброе, то грех лежит у порога сердца твоего, у дверей твоих. Ты господствуй над ним, бодрствуй. Что значит, дорогие друзья, господствовать над грехом? Или над ошибками, как мы порой выражаемся? Может быть, не такой грех большой, но какие-то ошибки, они нас дистанцируют от Бога. Они нас отводят на какое-то расстояние. Мы принимаем какой-то другой вид. Мы не можем преобразиться в Боге. И мы прячемся. Господь говорит, не прячьтесь. Ты сын, ты дочь моя, ты виноват. Но выходи со мной на разговор. Этот разговор называется молитвой. Попроси прощения у вечного Бога, у Отца своего небесного. Знаете, Господь хочет, чтобы мы подходили к Нему, может быть, даже с грязным каким-то состоянием, как маленькие дети с грязными ручонками подходят к своим родителям и говорят, у нас грязные руки. Мы еще не в состоянии эти руки умыть. Папа, мама, умойте мои руки. Мы грязные. Бывает, порой наказывают родителей, что происходит и в духовной жизни. Мы, бывает, наказываемы Богом, бывает. Но Господь не допускает наказания наши сверх меры. Он просто через какие-то испытания нас проводит и научает правде, научает истинному пути нас. И вот так вот произошло у Петра. И он почему-то дистанцировался. Он ушел на какое-то расстояние, на какую-то дистанцию от Иисуса Христа. И вот так вот, поодаль, я так представляю, он стоял, он ел эту рыбу, он кушал этот хлеб. Но сердце его неспокойное было. Вот это отречение, в котором он уже раскаивался, он оплакал его тогда же, когда Христос посмотрел на него, на своего друга. Он заплакал. Вышел вон, говорит Священное Писание, и горько плакал Петр. Уже тогда его грех был прощен, но он почему-то не чувствовал, не имел покоя в своем сердце. И Христос видел состояние Петра и делает первым шаг ему навстречу. И задает несколько вопросов одного и того же содержания. Петр на первый спокойно ответил, на второй как бы тоже смутившись, а на третий раз он смутился. И говорит, ты же знаешь, Господи, что я люблю тебя. И то, что ты мне вручишь, я буду пасти этих овечек, я буду пасти стадо твое, которое ты мне вручил. Идет охота своего рода правоохранителей, которые вылавливают их. И потом эти люди терпят поражение. Могут лишиться квартиры, могут лишиться автомобиля и много чего другого могут лишиться. Но самое главное, эти люди лишены покоя. Вместо того, чтобы сделать шаг и пойти на диалог. В духовной жизни происходит то же самое. Если мы потеряли где-то радость спасения, дорогие друзья, мы должны идти к Богу. Мы должны искать примирение с Богом, расставлять эти точки над И. Неужели нам нравится в нашей жизни ходить вот так в подавленном состоянии и чувствовать себя непрощенными? Знаете, сегодня есть, я просто ужаснулся, есть такие учения, которые говорят, что наши грехи, которые мы творили, делали в нашей жизни, они должны нас сопровождать всю жизнь. И под сознанием этих грехов мы должны просто томиться. Мы не должны радоваться. Знаете, дорогие друзья, такое учение, такое мнение, оно очень сильно умаляет подвиги Иисуса Христа, который говорит, что «Я на Голгофском кресте простил все грехи ваши». Христос не говорит, что «Я определенную часть грехов простил тебе». А некоторые грехи, ты знаешь, я не могу простить, они очень серьезные у тебя. Христос так не говорит, как и разбойнику, который обратился и говорит, «Прости меня, Господи, я здесь прибит на этом кресте заслуженно, потому что я сделал очень много зла, и поэтому я раскаиваюсь в своих грехах, я хочу, чтобы ты простил меня и вспомнил обо мне, когда придешь в Царствие твое небесное». Что Христос ответил ему? «Я все прощаю, но там один у тебя серьезный грех есть, да, убийство какое-то. Не могу я тебя простить?» Нет. Христос простил этого разбойника, и можете представить, этот разбойник умирал в радостном состоянии. Вот где самая такая дорогая изюминка – умирать в прекрасном состоянии, умирать и уходить в жизнь вечную, в радостном состоянии, дорогие друзья, это серьезно. И вот брат передо мной читал слово, и он сказал, что Господь благословил его сегодня прийти на это место святое, в собрание, пообщаться в Боге с народом Божьим. Это великолепно, дорогие друзья, желать быть во дворах Господних, о чем говорит Священное Писание, о чем говорят композиторы древности. И очень печально, когда бывает, посещая людей, уже в преклонном возрасте, и люди о Боге мало говорят. Они всю жизнь следовали за Христом, но почему-то на закате своей жизни они о Боге не хотят как-то говорить. Как-то посетили мы одного старенького служителя в Полесье, это в Ровенской области, на Ривничине, и мы зашли в глубокий глухой лес, там хутор такой из трех-четырех домиков стоял, и там был служитель. Он долгое время нес служение в церкви. Как это ни странно, знаете, не хотел бы я о таких примерах как-то говорить, но это имеет место быть, и это печально. И мы когда зашли к нему, он начал рассказывать, как он был в партизанских отрядах Украинской повстанческой армии, как он воевал с поляками, как он воевал с немцами, с русскими воевал. Он обо всем рассказывал, как он был наводчиком, как он много перенес в это военное время. И вот братья слушали, я слушал как-то, не особенно, но меня эти рассказы как-то радовали, я хотел что-то другое получить, что-то услышать. И у меня был плеер, там была музыка, на стихи Веры Кушнир, там такое содержание, что как будет там за той межой, хотелось бы, Господи, чтобы быть там с Тобой. Я не могу сейчас процитировать наизусть, но там такое содержание, что а там, где Ты, мой Христос, там хорошо. И вот научи меня так же, там есть такие слова, научи меня так же и умирать, когда закончу дни мои. Я ему дал этому брату послушать эту песню, говорю, послушайте, хорошая песня. Он так, знаете, послушал и говорит, ладно, продолжал свой разговор о своей жизни в партизанских отрядах. Мне, знаете, стало как-то больно, уже больше 80 лет, уже скоро к переходу в вечность, и как-то не хочется вести диалог этому человеку о возвышенном, о горнем, о том, что скоро переселение будет, о том, что скоро будет чудесная встреча с Христом, о том, что скоро он увидит пронзенные руки, рубцы на этих руках. И Господь его принят, как своего сына, как своего ребенка. Мы читаем, что сказал это, Христос дал разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказал это, говорит ему, иди за Мною. История говорит, что Петр прославил Господа смертью, отдал свою жизнь за Иисуса Христа. Он знал, что сейчас он уже будет с Христом. Он будет переселен в вечность и увидит Иисуса Христа в вечности. Он верил в жизнь вечную. Дорогие друзья, как мы верим в жизнь вечную? Нет ли у нас сомнений? Верим ли мы то, что заканчивая этот наш жизненный путь, нас ждет небо? Нас ждет вечная жизнь? В Царстве Господа нашего Иисуса Христа мы с Ним встретимся. И Давид в одном из псалмов, по-моему, в 70-м, он говорит, что я хочу, чтобы Господь сопровождал его и в старости, и до седины, чтобы Господь был со мною, говорит псалмопевец. Поэтому пусть Господь благословит все возрасты, которые приняли Господа своим личным спасителем. Я когда был на этой неделе минувший на одном из молодежных служений в Кишиневе, там было очень много молодежи в церкви, полная церковь была молодежи, где-то, может быть, человек 500, где-то около этого, и дети были. И вы знаете, приятно видеть, когда люди в молодом возрасте прославляют Господа. Каются в своих ошибках, они верят в Бога, они давно покаялись, но они обновляют свое покаяние, свое примирение с Богом, они радуются. И когда они получают облегчение, когда они получают прощение грехов, они радуются, что они прощены. Нас не должны томить наши грехи, дорогие друзья, мы должны радоваться в Боге. И всю нашу жизнь, которую мы пообещали Богу посвятить, пусть она будет яркой, пусть она будет радостной жизнью в Боге. Печалиться нам не нужно, потому что печаль, она радости не даст нам. Мы будем благодарны нашему Господу, что мы Его. Как Петр возблагодарил Бога, прославил Господа своей жизнью и своей смертью, так и мы будем прославлять нашего Господа в нашей жизни. Ему слава за все. Аминь. Их еще. Перед тобой склоняюсь, Боже, молю, прости меня, прости. Перед тобой склоняюсь, Боже, молю, прости меня, прости. Теперь я понял, что дороже тебя все дни не найти. Прости за то, что веры мало имею я на всей земле. Прости, что сердце окрубело с удовольствием. Не дай Боге прости, что сердце окрубело с удовольствием в судьбе в судьбе в судьбе прости, что слезы и умиленья так крепко в заст силают зов подまで все в судьбе Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой друг, если ты сегодня болен душой Если сегодня тебе трудно от грехов Сегодня Господь призывает тебя через затупение Не оставайся сегодня на месте Не уходи со своими грехами Сегодня Господь может тебя принять, простить и очистить Пересмотри все жизни планы Пересмотри свои планы Обдумай сегодня свое будущее, сегодняшнее настоящее Если сегодня действительно ты нуждаешься в Боге Если жаждет твоя душа по Нем сегодня Иди вперед навстречу Богу И ты обречешь тот мир и покой, который может дать только тебе Господь И эта тишина, которая только от Бога Она может поселиться в твоем сердце Но это дает только Бог Поэтому да благословит тебя Господь принять правильное решение Пожалуйста, если кто сегодня готов к молитве покаяния, проходите Если дальше Дух Святой будет работать во время служения Пожалуйста, в любое время вы можете встретиться с Богом в вашей молитве Пожалуйста, присаживайтесь Псалом 28 глава По прошествии субботы на рассвете первого дня недели Пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб И вот случилось великое землетрясение Ибо ангел, сошедший с небес, приступил Отвалил камень от земли гроба и сел на него Вид его был как молния, а одежда была как снег Устрашившие его стерегущие пришли в трепет и упали как мертвые Ангел же обратил речь женщинам и сказал Подойдите, подойдите, посмотрите на то место, где лежал Господь И поедите, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых И ожидает вас в Галилее Аминь Бережно держу я алабаз травы сосуд Драгоценное миро я тебе несу Шаг за шагом ступая приближусь Иисус И тебя со сердца я в смирении склонюсь Разбивая сосуд я поймаю твой взгляд И на ноги твои я пройду аромат Как разлитое мира Как наполнены благоуханицам Пусть пройдется у ног твоих В моей жизни Христос аромат Разбивая сосуд я тебя прошу очисть И пускай отовсюду твоя рука меняет мою жизнь Шаг за шагом ступая приближусь Иисус И тебя со сердца я в смирении склонюсь Все что есть в моем сердце Христос я дам Пусть возносит душа для тебя Как разлитое мира Как разлитое мира Как наполнены благоуханицам Пусть пройдется у ног твоих В моей жизни Христос аромат Пусть пройдется у ног твоих В моей жизни Христос аромат Пусть пройдется у меня Пусть пройдется у ног твоих В моей жизни Христос аромат Благодарение Богу, который даровал нам сегодня сегодняшнее вечернее служение, чтобы нам получить благословение, чтобы укрепиться духом во внутреннем человеке, чтобы получить наставление и слово Божие. Может, кому-то вдавалось чувствовать работу Духа Святого Бога внутри. Иногда мы противимся, иногда мы послушным. Но было и в одно время, когда Господь дал мне Слово Свое, чтобы я сказал, но я медленно говорить, отлаживал на потом, и оно осталось неиспользованным. Господь знает об этом, знаю я. И вот Он напоминает мне вторично, уже через человека, и говорит так, прямо, «Я хочу, чтобы Ты сказал об этом». И опять, не соглашаясь, я говорю, уже много говорят, почти каждое служение об этом. И продолжаю настоять на своем. И Господь преподносит мне особый урок, который я надолго запомнил. Я перестал спротивиться Ему, и хотел бы, чтобы Слово Божие опять ожило. Я не хотел бы сказать, что это мои слова, мое мнение, потому что это важная тема, тема о пришествии Господа и Христа. И хотелось бы, чтобы понятно было каждому. Здесь сидят и дети, и юноши, и пожилые, и старцы. И хотелось, чтобы каждому было понятно. Из этой темы я прекрасно понимаю, что Господь придет, и мне нужно примириться с Господом, покаяться, чтобы заглажены были грехи мои, прощены, и не опоздать, потому что будет поздно. Дверь, церковь будет затворена. А потом Господь и зальет свой гнев на тех, кто не покорился Его Слову. Это мне стало понятно. Если еще кому-то непонятно, то есть еще время, день спасения, чтобы человек позаботился об этом. Если, дорогой друг, ты знаешь об этом, но ты медлишь, знай, что время, оно не долгое, оно не будет растяжимое. Есть одно предупреждение. Вдруг, во мгновение ока, и все изменится. Дверь закроется. И ты, стоящий извне, будешь стучать. Отвори. Я хочу войти, но будет сказано поздно. Итак, Слово Божие пусть будет нам, для нас путеводителем для того, чтобы изъяснить многие истины. Я не буду много говорить, потому что это очень большая и обширная тема. Я ее разделил на многие части, чтобы нам было более понятнее. Сегодня я буду говорить только о факте Божьего пришествия. И на этом будет достаточно, потому что много уже будет сказано, потому что, прежде всего, это Слово Божие, оно должно расширить. Никакое мнение не должно быть прежде всего. Оно разделилось на три части мнения, возможно, и большее. Итак, книга евреям, 9 глава, 28 стих. «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять греки многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Здесь автор говорит о том, что было два прихода. Первый уже совершен 2000 лет назад, Господь приходил для того, чтобы искупить людей, чтобы подъять греки многих и принести себя в жертву. Это совершившийся факт. Многие не могли понять и не приняли, не считали, что Христос должен прийти, Мессия прийти и установить царство, но казалось, что Господь два раза должен приходить. Первый раз принести себя в жертву, а второй раз для ожидающих его воспасения. здесь вспоминается о втором пришествии. О факте, то, что Господь придет, Библия не умалчится. Есть множество свидетельств, многие свидетельствуют. Книги Ветхого Завета пророки очень много уделяют внимания. Я буду зачитывать эти места, а сейчас обращу на многие места Нового Завета. Об этом возвестили ангелы. Мы в четверг, который будет вспоминать это событие, когда Христос вознесся на небо. Ученики смотрели на небо, куда поднимался Иисус при глазах. И вдруг предстают им ангелы и говорят мужи израильские, что вы стоите и смотрите на небо. Сей Иисус, вознижшийся на небо от вас, придет. Придет таким же образом, как вы видели Его. Об этом возвещают ангелы. Об этом говорил и сам Господь Иисус. Он не умалчивал. Когда собрал учеников своих последний раз перед своими страданиями, Он говорит, я уйду от вас, чтобы приготовить место вам, а потом опять приду и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Господь говорил, что я опять приду. Говорили об этом и апостолы, они не умалчивали. Апостол Петр говорил, что уже в то время говорил, что появились люди, которые говорили, где обетование пришествия Его. Эти люди говорили, что с одни сотворения все остается так же. Апостол Петр останавливает этих людей и говорит, нет, не так же. Первый мир был погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля сберегаются на день суда. Он сказал о дне Господа, день Господень. Он придет как тать ночью, внезапно, как вор, когда люди не думают. И он рассказал о стихийных бесах, которые должны быть на этой земле. Апостол Павел также уделял внимание и говорил, сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и Трубе Божией сойдет с неба. Апостол Иоанн, будучи на острове Патмосе, он также слышал слова Господа Иисуса Христа, стоящие, явившиеся для Ним и давшие многие откровения. Иоанн запечел эти слова Иисуса Христа. «Се гряду скоро». Три слова. Но они очень сильные. Все места, которые говорят о пришествии, втором пришествии Господа Иисуса Христа, я их просмотрел и разделил на две части. Это двойной факт пришествия Господа Христа. Первый факт, Господь приходит за своими. И второй факт, Господь приходит со своими. За и со это разные события. Настолько разные, что даже невозможно вместить. Это как удален восток от запада. Первый назван Днем Христовым или День Господа Иисуса Христа, а второй назван Днем Господним. Первый День Христов назван отрадою, благословением, отрадением, спасением, встречею, избавлением от гнева. Я бы еще мог бы перечислять все, что написано в Писании, но нет времени все это перечислять. Второй же день, День Господень, назван воздаяние скорбью, отчение непознавшим Бога и непокоряющимся благоествованию, наказание День Гнева. И можно было еще продолжать. Я хотел бы начать со второго. День Господень. Что это собой представляет, чтобы понять, отчего Господь решил избавить тех, кто Его возлюбили. Не ввести в этот день, не с середины взять, тем более после, в конце этих дней, но избавить от этих дней. Очень много мест священной Писания, на некоторых отсконтентировав внимание, и из каждого отрывка понемногу взять, чтобы понять суть сказанных слов из книг пророчества. Книг пророка Иаиля, 1 глава, 15 стих. Иаиль 1, 15. О, какой день, ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он. Вы когда-нибудь видели или присутствовали при опустошении от цунами, наводнения, землетрясений, извержений вулканов или от войны? Что собой представляет и земля, и живущая на ней после этого? Этот день, день Господень, назван опустошением от Вседержителя. Книга Иаиля, 2 глава, 11 стих. Ибо велик день Господень, и весьма страшен. И кто выдержит его? То есть, Бог говорит, это невозможно выдержать этот день. Амоса 5, 18. Горе желающим дня Господня. Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. Если говорят, что приход Господа и Христа нужно ожидать, готовиться к этой встрече, то о дне Господне сказано, что горе желающим этого дня. Он тьма, а не свет. Сафония 1, 14. Близок великий день Господа. Близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы. близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Я думаю, люди это предчувствуют, говорят, тревожатся об этом, пишут многие статьи, объясняют, как все это произойдет. Они даже не думают, как что произойдет. И 2 глава 30-31 стихи. И покажу знамение на небе и на земле кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежели, нежели наступит день Господень великий и страшен. Это те немногие места, которые повествуют о дне Господнем. Но Господь позаботился, чтобы избавить. Он назван избавляющим от гнева. И церкви также Он дал обетование избавить от этих бедствий. Луки 21-я глава 36-й стих. Это Сам Господь говорит. Луки 21-36. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать предсына человеческого. Этот стих не дает даже и мысли, чтобы кто-то из церкви, членов церкви, тот, кто бодрствует кто-то ожидает Господа Христа и желает этой желанной встречи, чтобы Господь погрузил хотя бы одним днём в этот день Господень. Но есть ещё другой факт, факт восхищения церкви. Это другое событие, и оно также названо вторым пришествием Иисуса Христа. Но этот факт будет не замечен многими людьми. Этот факт ждут многим. Многие, кто приобрёл Иисуса Христа в сердце, кто ждёт Его, этот факт он неизбежен. Этот факт сравнивается с многими событиями, днём потопа и ноевым ковчегом, и с теми людьми, как они поступали тогда, когда Господь хотел избавить от этого потопа, оставил дверь ковчега, когда восемь душ вошли, и все звери попари вошли в этот ковчег. И сколько дней Господь держал дверь открытую? семь дней наше время Господь ждёт. Апостол Павел говорит, не медлит Господь исполнением своим обетованием, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Мы замечаем, поток, приходящий к Богу и кающийся снизился настолько, что за каждую одной душой, чтобы спасти, нужно пролагать много усилий, много времени, много проповедей, много свидетельств говорить, но будет время, когда подобно семи дней никто не будет желать входить в церковь. Вот тогда Господь затворит дверь. А факты воскресения в церкви апостол Павел говорит во втором Фессалокнице, вторая глава, первым стихом. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Апостол Павел говорит о собрании всех верующих к Господу. Он подходит к этому событию молитвенно. Он молится, молится, очень много молитвы нужно для того, чтобы приготовить церковь. Лично каждого себя я проверяю свое сердце. А готов ли я, Господь, проверь мое сердце, не на опасном ли я пути и направ на пути вечный. Помоги мне, когда прозвучит этот голос, вот жених идет, выходите навстречу ему, чтобы я услышал этот голос. И это не один раз нужно молиться, а постоянно, непрестанно молитесь об этом. И Слово Божие нам повествует, сам Христос говорил, и апостол Павел много внимания уделял, чтобы приготовить церковь к этому величайшему событию. Что должна церковь делать перед этим величайшим событием, восхищением церкви? Первое, что Слово Божие говорит, ожидать. 1 Фессалант 1 глава 10 стихом «И ожидать с небес Сына Его, Который Бог воскресил из мертвых». Нужно ожидать. Филиппийцам 3, 20 «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа Иисуса Христа». Мы ожидаем с небес Господа Христа. Что значит ожидать? Я на примере житейских, когда мы ожидаем гостей, в особенности хозяйка, она что-то делает. Она не сидит, сложа руки, готовит ужин или обед, сделает порядок в комнате, в доме, возможно, и во дворе. Это необходимо, чтобы приятно было к этой встрече. Это ожидать. А что такое не ожидать? Это сидеть, сложа руки, ничего не делать. Внезапно гости, а мы и нам неприятно. Мы в смущении, мы краснеем, оправдываемся о той ненужной вещи, которая вдруг оказалась лежать на пороге и которой нужно переступать или многое другое. Вы сами прекрасно знаете, что значит застали нас врасплох. Хотя и желанные гости хотелось, но нам неудобно, потому что мы не ожидали. Желанный гость небес ожидаем мы. Мы сегодня молимся, чтобы быть активными и ожидать Господа Христа. Однажды Мартину Лютеру сказали, что ты будешь делать, когда завтра придет Господь? Лютер на это ответил, я сегодня посажу дерево. Удивительно. Но в этих словах говорится, я не буду уже сложивши руки и говорить, ничего не буду делать, завтра приходит Христос, я не буду мыть посуду, я не буду зарабатывать средства для пропитания, завтра Христос придет, я не буду подправлять свой дом, потому что он уже валится, завтра придет, зачем все это? Земля и все дела на ней сгорят. Нет, Лютер по-другому это думал. Он говорит, я буду продолжать те же самые дела, но сердце мое будет приготовлено к встрече, что как будто завтра приходит Господь, и Он не застанет меня враспох. Я вспоминаю слова Александра Владимировича Дудника, который говорит, пусть Господь застанет меня с мастерком в руках, нежели я буду лежать на диване и смотреть в потолок, ожидая Господа Христа. Следующее, что Господь повелевает нам бодрствовать. Очень много мест об этом свидетельствует. Матфея 24 глава 42 стихом говорит, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Еще в 44 стихе этой же главы сам Господь говорит, что нужно быть готовым. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Сын Человеческий». Апостол Павел подробно останавливается на том состоянии, в каком должен застать наш Господь Иисус Христос. И в Фессалонтийцам, 1 Фессалонтийцам, 5 главе, он перечисляет, я не буду зачитывать, это большой отрывок, но здесь особые слова сказаны. «Нужно бодрствовать, не спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа Иисуса Христа». Этими словами говорится, если мы не будем бодрствовать и не будем готовы день застанет врасплох и мы останемся на день гнева. Но апостол Павел говорит, что Господь нас избрал не на гнев, не ввести в гнев, чтобы потом изливать наказание. И еще слово Божие говорит, что же нам делать, это хранить себя в святости и чистоте. Если этого не будет, то не думает человек, что кто-то увидит Господа без мира и святости. Да не думает человек, это увидеть Господа, это в Евреям 12 главе написано. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух и душа и тело во всей и целости даст сохраниться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Если кто-то думает, что очень трудно сохранить себя в святости и чистоте, да, сегодня я забочусь, я молюсь, я пощусь, я как-то стараюсь посвящать Господу дни, но завтра походит день, мы обнаруживаем, что очень много времени занято суетой, мы замечаем некоторые греховные наклонности в себе, а потом думаем, что день Господа и Христа, день Христов достанет нас врасплов, но Господь Сам тоже заботится, чтобы осветить свою церковь, невесту, церковь и представить ее Отцу без пятна или порока или чего-либо подобного ей. Сегодня день спасения. Дорогой друг, ты слышишь слова о факте, что Господь должен прийти во второй раз за церковь, чтобы взять ее к себе. И после этого факта Господь будет изливать свой гнев на тех, которые не покоряли Слову, которые не приняли, которые оставили на потом свое спасение. Ты сегодня слышишь этот голос Иисуса Христа. Вот сегодня день спасения, ныне, не завтра, не потом. Примирись с Господом, чтобы день Твой не застал тебя врасплох. Пусть Господь нам изъяснит еще многие слова. это немного. Я хотел только вам рассказать, что этот факт, он неизбежен, и он придет. Но в дальнейшем я буду размышлять на том, что слово говорит, как это будет, в каком состоянии церковь, как она должна ожидать. Другой друг, не стой. Перед открытой дверью, дверь эта может закрыться перед тобою внезапно, и ты поймешь трагическое состояние, поспеши навстречу ему, молитву покаяния, примирись с Господом, и тогда ты увидишь, как небо радуется, как церковь радуется, как ангелы ликуют и поют радостную песнь. Пусть Господь нам еще многие слова из Священной Книги Писания уяснит и укажет нам для того, чтобы нам быть готовы и быть в бодрствующем состоянии. Аминь. Аминь. Субтитры 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 Субтитры